Для нас сейчас в нашей истории, истории нашей жизни личной, каждого из нас, очень важно, чтобы мы хорошо понимали церковный календарь. Вот церковный календарь устойчивый, независимо, кто правители, что происходит в мире, войны, революции, мирное время, церковный календарь действует всегда постоянно, непоколебимо. И когда человек свою жизнь связывает с церковным календарем, жизнь его тоже принимает устойчивый характер. Если бы мы с вами жили вот в этих двух главных календарях, календарь церковный и природный, то есть нашей природной среды, вот это достаточно, что нужно человеку в этой жизни. Люди, которые живут в городах больших, у них совершенно другая жизнь, у них другая даже психология. Но мы с вами, находясь рядом с природной средой и с Богом, а это очень все близко, мы обязаны жить по этим двум календарям. Когда мы обращаемся к церковному календарю и когда мы входим в церковь Божию, то нам открываются ответы на все вопросы, на любые вопросы. Как организовать брак, как жить в браке, как вести отношения с людьми, как жена должна обращаться к мужу, муж как должен обращаться со своей женой, как дети с родителями, родители с детьми. Все, что есть в нашей жизни, все, что мы называем отношениями, все расписано точно и подробно. Это очень важный момент. Поэтому человек, который приходит в церковную жизнь, погружается в эту церковную жизнь, он знает хорошо историю или должен знать хорошо историю. Он должен хорошо знать заповеди, заповеди нужно хорошо знать. Но нужно не только знать что-то, но еще и жить по этому. Когда мы сегодня разговариваем с людьми, люди знают, что происходит сегодня. В Сирии война, допустим, в Ираке там события, в Египте, в Белоруссии, в Украине, в Казахстане. Это мы знаем, потому что нам об этом каждый день говорят через средства массовой информации. Но мы должны знать еще нашу историю вообще. Историю происхождения этой земли, вселенной. Мы должны понимать, кто это сотворил. Я часто спрашиваю людей и говорю им, скажите, вы в церковь ходите? Нет, не ходим. Вы читали Евангелие? Нет, не читали. Ну, а как вот вы жили? Вы сейчас зачем пришли в церковь? А вот я сейчас болею. Я сейчас болею. Ну что, до этого никогда не ходили? Нет, никогда не ходил. Но вы верите, что есть Бог, например? Ну, иногда сомневаюсь. А почему вы сомневаетесь в этом? А потому что я вижу, иногда Бог мне не помогает. Поэтому я сомневаюсь. Если бы Он был, Он бы мне помогал. Вы понимаете? То есть Бог должен нам сейчас быть, все время служить нам и спрашивать. Так, что тебе нужно? Ты как поела, не наелась? Сейчас еще один обед дам. Диабет, два обеда. Диабет, два обеда. Поэтому на сегодняшний день, когда мы говорим об этих началах и основаниях, вот я всегда думаю, вот какое хорошее государство был Советский Союз. Вот какое государство было. Какая социалка была. Ну, просто здорово. Все защищены были. Но когда мы вдумываемся, как следует, в эту жизнь, мы видим, что самое страшное, что было, люди совершенно были отлучены от Бога. Никаких знаний о Боге. Никакой даже информации о Боге. Нельзя иметь Евангелие. Нельзя ходить в церковь. Это удивительно совершенно. Не надо иметь иконы на работе, дома. Все сразу сейчас вызовут, осудят, а могут лишить даже работы, если вы учителем или работаете, или врачом. Поэтому на сегодняшний день мы с вами говорим о том, что мы сейчас вошли в это свободное пространство. За нами никто не следит. Вот. Надеемся. Мы сегодня имеем свободу купить любую, приобрести литературу по этим всем темам. Но в каждом доме должно быть Евангелие. В каждом доме должны быть жития святых обязательно. И все, что здесь есть, апостол и все прочее. Молитва слов должен быть. И так далее. Поэтому на сегодняшний день мы говорим с вами, вот это наша жизнь в церковном календаре, наша жизнь в церковной истории, наша жизнь именно как членов церкви Божьей, вот это главное в нашей жизни. Почему? Потому что на самом деле, когда мы придем к Богу, мы дадим ответ только за это. Только за это. Если человек не погружен в церковную жизнь, от этого человека нужно ожидать только опасности. То, что он не знает, как жить, он не знает цели и смысла жизни, это однозначно. Поэтому как бы человечество разделилось на две части. Одни люди знают, что после этой жизни будет продолжение жизни, а другие люди живут только вот этой земной жизни. Поесть, попить, одеться, обуться, закончится жизнь, умрем, и все, и на этом конец. Вот две категории людей. Поэтому, если я живу в этом мире сейчас, надо успеть все взять, что успеть можно, утащить все, что можно утащить, и стараться не попасться на скамью подсудимую. Все, а больница отлежим, там вылечат нас, понимаете? Все остальное уже будет. Главное – успеть утащить побольше. Ужасно просто, просто ужасно. И вот сегодня мы обращаемся как бы к самому началу вот этой истории Нового Завета. Мы обращаемся к источникам, к основаниям и началам. И вот мы понимаем, что с события благовещения, сегодня отец Данил сказал, благовещение Божьей Матери. Но, наверное, не Божьей Матери благовещения, а надо сказать, что благую весть, которую принес Аркангел Гавриил, Божьей Матери. Вот тогда будет точнее, тогда будет понятнее и яснее. Итак, мы говорим, что после этой жизни будет другой мир, и наши души перейдут в другой мир. А когда будет второе пришествие Христа, мы еще соединимся со своими телами. Но тела наши будут иметь другое немножко качество. Поэтому будет другая жизнь в другом мире. Это точно совершенно. За эти тысячи, тысяч лет, которые существует наша планета и человечество, все люди, которые уходили из этого мира, они приходили к родным, к близким и рассказывали о той жизни. Но самое главное в той жизни есть то, что из того мира к нам приходят ангелы, к нам приходят святые, которые нам что-то извещают. И сам Господь приходит. Вот это для нас важно. Если бы мы говорили, вот где-то там есть Бог, а какой Бог Он, мы не знаем. А кто есть Бог, мы не знаем. Вот были язычники. Римская империя, Египет, Шумеры, Вавилон. Что там не было религии? Конечно, была религия. И были боги. Не Бог был, а были боги. Но если мы сейчас посмотрим с вами, что это за боги были, кто это были, мы сегодня скажем, что это были падшие ангелы, бесы, которых принимали за богов. Вот это очень важный момент. И сегодня мы говорим, а куда же делись боги Египта? Куда делись боги Шумер? Куда делись боги Вавилона? Куда делись языческие боги Древней Руси? Сегодня начинает возрождаться Древняя Русь. Начинает поклоняться тому, что было. Чушь такая. И просто бесовщина чистая. И люди начинают верить в это, понимаете? Да, как логически все выстроено, понятно. А что будет дальше после этого? Ну, хорошо, вы верите деревьям. Вы верите всяким ведьмам, которые в лесу жили. Верите болотам всями. Начинаете там из луков стрелять, что-то изображать. Иногда смотришь передачи эти, думаешь, господи, нормальные люди вообще или ненормальные? А что дальше-то? Дальше-то что? Или что дальше? И когда человек приходит в Церковь Божию, приходит в Церковь Божия. Здесь все понятно, Саша. Но самое главное, как мы с вами сказали, что из того мира, время от времени, явно приходят совершенно ангелы, например. Ангелы – это служебные духи, которые приносят нам какую-то весть, какое-то известие. В одном случае они нас защищают, в другом случае помогают нам, в третьем случае просто что-то говорят, открывают. Огромное количество людей за всю историю человеческого рода, людей разных национальностей, разных рас, забирались из этого мира, и им было открыто Царство Божие. Им был открыт ад. Они видели и то, и другое. Многих из этих людей избирали в качестве пророков. Бог избирал. Многие из этих людей сопротивлялись, не хотели быть пророками, потому что видели свое ничтожество. Хотели уклониться от этих путей, как и он. Но Господь послал его в Ассирию, чтобы он предупредил царя Ассирийского, что скоро от этого народа ничего не останется, если эти люди не изменят качество поведения на этой земле. И когда Иоанн все сообщил об этом царю, царь все совершил, как Иоанн сказал. Наложили пост, не только люди наложили пост, даже на животных, на птиц, на домашнюю скотину, на всех наложили пост. И не давали пищи какое-то время, так показали свое покаяние перед Богом. Умный царь, рассудительный царь, добрый царь, разумный царь и его народ, который слушал царя и сделал то, что он им сказал. Вот так совершается возвращение нормальных народов в жизни. И Господь отменяет свои приговоры, которые Он нам дает, и все продолжается так, как есть. Поэтому на сегодняшний день мы вспоминаем события из событий. Мы говорим, что в каждом народе есть факты общения ангелов с людьми из этого народа в их истории. Это есть. И мы сказали уже, даже вот некоторых из людей делали пророком, Господь трубами своими делал, чтобы они возвестили своему народу, как нужно жить, в чем ошибки этого народа. Но это не идет ни в какое сравнение с событием Благой Вести, которое принес Архангел Гавриил Деве Марии. Ни в какое сравнение. Во-первых, никогда не бывает, что событие совершилось внезапно. Такого никогда не бывает у Бога. Бог обычно готовит. Иногда за тысячи лет готовит, до этого события уже готовит народ. чтобы была традиция народа, чтобы народ ожидал что-то, народ жил в ожидании, народ готовился к этому событию. Господь не делает что-то внезапно. Вот сейчас будут события какие-то, они происходят за эти две тысячи лет, но все эти события прописаны в апокалипсисе. Они уже все прописаны. Но другой вопрос, что мы не акцентируем внимание на книге апокалипсиса. И поэтому то, что происходит, мы не понимаем, в какой книге мы живем, в какой книге открыто наше время с вами, наши события, которые происходят сегодня. Потому что мы не знаем этой книги. Мы читаем Салтырь, мы читаем Евангелие, читаем заповеди, читаем Жития Святых, а апокалипсис мало ему уделяем внимания. И сегодня мало людей-толкователей апокалипсиса. Вот у меня в моей библиотеке огромное количество книг, посвященных апокалипсису. Но нужно внимательно читать, нужно этому посвящать время. И во многих народах люди некоторые вообще живут только в Священном Писании. Они вообще свою жизнь как-то посвящают усвоению премудрости Священного Писания. Это удивительно. В каждом народе есть даже, в каждой религии есть такие люди, которые вот погружаются в их Священное Писание. Или в Священное Писание, то, которое для этого народа является святым. Поэтому сегодня мы говорим об этом, что никакое событие не идет в сравнение с Благовещением. Есть даже в народе, в нашем народе было до революции такая поговорка, что в этот день даже птица гнезда не вьет. Я сегодня видел удивительное, вот, каждый день кормлю птиц, и сегодня все, что есть у нас, вот все, кажется, прилетело на нашу территорию. Я смотрю, воробьи свое дело делают, например, там, синицы свое, вот, даже ворона прилетела, вот, грачи свое делают, галки свое, голуби, прилетело много голубей, и все свое дело. Каждому я разнес пищу, этот ест здесь, этот здесь, этот здесь, и все так, никто никого не трогает, кошек нет, ничего нет, и поэтому как-то они так мирно пасутся, никто никого не трогает. Поэтому в этот день птица даже гнезда не вьет, хотя мы ходим мимо наших деревьев больших, где уже свитые гнезда, но не сегодня, не вчера, и не завтра, они свиты уже давно. Поэтому событие особое, если народ так говорит, если у народа появляется какая-то поговорка, какая-то присказка, она уж такая мудрая, такая глубокая, устойчивая и фундаментальная, что, ну, просто, только народ может такое вообще принять. Поэтому мы говорим с вами, что благая весть, которую принес Архангел Гавриил через Деву Марию всему человечеству, это не идет ни в какое сравнение. О чем это благая весть? И в чем событие это такое важное? Да, Господь выбирал из людей некоторых пророков, делал из них пророков, ставил их на пророческий престол. Понятно. Некоторым людям открывал какие-то тайны. Тоже понятно совершенно. Но здесь что? Все человечество сейчас начнет жить в новой эре. Начнется новая эра от Рождества Христова. А Христа еще нет. Бог еще не родился. И вот Господь, предваряя это, готовя это, чтобы не было это никакой-то неожиданностью, чтобы это было осмысленно, усвоено, принято, уверовано в это, Господь посылает Архангела Гавриила к Деве Марии. Когда мы обращаемся к Новому Завету, мы видим, присутствует здесь, сопровождает Новый Завет Архангел Гавриил. Если в Ветхий Завет мы обращаемся, Архангел Михаил присутствует. Он здесь доминирует. Когда мы обращаемся к Новому Завету, Архангел Гавриил, вестник судеб Божиих, вестник судеб Божиих. Архангел Гавриил. Удивительно. И вот Архангел Гавриил, мы знаем, что когда-то пришел к Захарии и сказал, что у него родится сын, которого мы знаем, Иоанн Креститель. Мы знаем, что тот же Архангел Гавриил пришел кому? Кому? Конечно, к Иакиму. Потом пришел к Анне, родителям Божьей Матери. Они не могли родить никого, потому что они уже были в преклонном возрасте. И он им извещает о том, что у них родится дочь. Назовете ее Марии, видите как. Захарий говорит, родится сын у него. Еще зачатия нет. А он уже об этом говорит. Назовете его Иоанн. Каким он будет. И вот уже все. Уже дочь родилась. Дочь уже есть. Мария уже закончила свое пребывание в Иерусалимском храме, где она прошла, хорошее образование получила. То есть обучение и воспитание для будущей брачной семейной жизни. Все. Девочек готовили прекрасно. И в 14 лет всех девочек выдавали замуж. И когда ей исполнилось тоже 14 лет, все, она уже была освобождена. Она должна была покинуть вот этот храм Иерусалимский, где воспитывались дети из знатных родов. Но мы знаем, что в то время, пока она там пребывала в этом храме Иерусалимском, где она жила, где находилась, уже служители храма заметили, что к ней часто приходят ангелы, беседуют с ней, даже пищу ей приносят, открывают ей что-то, говорят ей что-то. То есть она уже готовилась для особой миссии своей, для особого дела на земле. Вот это очень важный момент. Но она не понимала этого. Она не понимала, что это такое. И вот конец этого периода, конец подготовки, окончание подготовки, завершение подготовки. Все. И, наконец, последняя точка. Архангел Гавриил приходит к Деве Марии уже в Назарете, где она живет под покровом старца Иосифа, своего родственника, у которого умерла жена. Остались дети, которые потом станут учениками Христа. И вот под покров ее, ее отдали. Но мы знаем из евангельского текста, из откровения Божьего, из того, что Дух Святой открыл, что она, будучи под его покровом, как бы в замужестве, отношений не было. О чем и скажет потом сам Иосиф. Потому что, когда он узнает о том, что она зачела, что она вдруг оказалась беременной, вдруг оказалась, он решил ее отпустить. Потому что он не знал своей жены, и он понимал, что жена совершила что-то не совсем. Опять кто появляется к нему? Опять приходит к нему Архангел Гаврил и говорит, нет, прими свою жену. Потому что она зачела от Духа Святаго. И Иосиф успокаивается, и дальше уже все будет совершаться так, как положено. И пойдут в Вифелием, и потом еще начнут спасать своего младенца. Все будет уже дальше. Но мы знаем, что это был мнимый отец, но не отец, который дал начало вот этому роду и начало рождению Христа. Нет, конечно. Поэтому Архангел Гаврил исключительно приходит от Бога, приходит с благою вестью о том, что через нее на нее найдет Дух Святой, на нее найдет Дух Святой, и через нее родится Бог и человек Христос. Вот это все сказано было Архангелом Гаврилом. Все. Никаких нет тайн, никаких вопросов не остается. Все ясно, точно и понятно, что, зачем будет происходить. Единственное, что спрашивает Дева Мария, а как это произойдет? И он говорит о том, что Дух Святой найдет на тебя и сила Вышнего осенит тебя. Представляете себе, Бог войдет сейчас в Деву Марию, Бог – это же не дедушка с бородой, как мы иногда видим в храмах. Бог есть Дух, и вот этот Дух Божий найдет на Деву Марию, и дальше в ней будет жить уже в образе человеческом, так, как и у всех остальных все месяцы положены, которые нужно проходить. все, и родиться уже в образе человеческом. И дальше Иисуса Христа все будут принимать за человека, а он будет творить дела, которые люди творить не могут. И у всех будет тайна. А кто же он есть? Как это так? Он творит такие дела, творит такие чудеса, говорит такие слова с такой силой, и вдруг непонятно, он же обычный человек. И вот этот вопрос всегда будет до конца дней Христа, до момента его распятия, даже когда он будет на кресте, все будут подходить к нему и говорить, ну вот ты людей воскрешал, а ты сейчас сойди с креста, и мы поверим, что ты тот мессия, который предсказан у пророков. Вы понимаете? Поэтому мы знаем, что и ученикам сложно было поверить, что вот он есть Сын Божий, и книжникам, фарисеям, законникам, и всем тем, кто наблюдал за народом, за его нравственностью, и священникам, и первосвященнику, всем сложно было принять, что это есть тот мессия. Вот не было, о нем только было предсказано, и вдруг вот он появился уже, вот он уже здесь ходит. И через Иоанна Крестителя он как бы всем им открывает и говорит, когда Иоанн Креститель даже засомневался и послал к нему своих учеников, еще он был жив, пойдите спросите, он тот или не тот, которого нам следует ожидать. он он уже крестил его, который видел его, который сказал ему, что я не достоин у тебя развязать даже обувь, все, даже он, который уже признал его, и понял, что он ради него вышел на проповедь, он, которому было открыто, он услышал слово отца, он увидел этого сына, он увидел духа святаго, который почил на голове Христа, все он видел троицу, он все видел, и то он засомневался, и то он послал своих учеников поедить и спросить, он тот или не тот, и Христос ему не говорит, я тот, он не говорит, я тот, он говорит ему, идите скажите Иоанну Крестителю, что я мертв воскрешаю, что я освобождаю людей от любых болезней, что он может накормить людей, которые холодны, тысячи людей, и дальше он перечисляет, какие чудеса он совершает, вы ему скажите об этом, и он все поймет, потому что этого не может делать ни Иоанн Креститель, ни пророки этого делать не могли, никто из живущих на земле, в каждом народе, в каждой расе, в каждой национальности, никто такого творить не мог, и вот мы сегодня стоим у начала вот этой новой эры, от Рождества Христова, мы еще стоим перед Рождеством Христа, мы как бы сегодня удаляемся немножко назад, еще до Рождества Христа, в период между Рождеством Божьей Матери и Рождеством Христовым, вот в этот период, в этот период, и мы сегодня видим, вот эти слова слышим, мы видим это событие, сам приходит Архангел Гавриил, Господь его посылает, потому что ангелы служебные духи, и беседует с ней в ее горнице, где она предавалась молитве, шитью, то, чему предаются все женщины, как царицы дома, как царицы дома, поэтому сегодня событие феноменальной силы, просто феноменальной силы, которая закладывает фундамент в жизнь церкви, в календарь церковный, которая закладывает в историю церкви, и, соответственно, в историю того народа, который называется церковным божьим народом. Мы себя относим к церковному народу, мы относим себя к божьему народу, поэтому для нас это наша история, это наше событие, а теперь на основании события уже будут праздники, и завтра будет тоже праздник, о чем сказал нам ирмонах Даниил, и у нас будет здесь праздник, который совпадает завтра события Благовещения, совпадает еще с тем, что такая была благая весть, что на этом месте будет монастырь. Закладывали капсулу, и никто не знал, что здесь будет, но заложили капсулу. Большие люди пришли, вот, руководитель Приволжского федерального округа, который сегодня министр юстиции, Коновалов Александр Владимирович, приехал Казицын, который потом выделит сюда 153 миллиона рублей, чтобы построили вот этот храм. Все, пришлет своих рабочих, инженеров, проектировщиков, архитекторов пришлет своих, которые вот сделают вот этот чудный храм, который, может быть, перестоит нас, переживет нас. Может быть, в этом храме будут молиться наши дети, родные когда-то. Но сейчас вот мы только его осваиваем, вот. И вот 8 лет назад такое событие совершилось. Архиепископ Георгий приехал тогда, он еще был архиепископ. Вот здесь большой мэр города Иванов был, был глава администрации Минеев Александр Михайлович, который сегодня постоянный наш прихожанин. Поэтому здесь много гостей было, как сказано было. И вот завтра мы вспомним это событие, но оно, слава Богу, совпадает с таким удивительным событием Благовещением. Поэтому я себя и вас поздравляю с этим великим событием, что мы имеем к нему отношение. Может быть, кто-то из вас завтра будет иметь возможность прийти на службу, замечательно будет. Так что, вот, сегодня у нас великое событие, но оно усиливается тем, что мы находимся еще в храме Божьей Матери. И не просто в каком-то храме Божьей Матери, а мы находимся, если бы мы даже имели имя Федоровской иконы Божьей Матери, только имя. Таких храмов по земле огромное количество, причем в разных странах. Но мы находимся с вами в храме, откуда пошла икона Федоровская. То есть, это вот особое совершенно место. То есть, мы с вами находимся в храме, который Божья Матерь особо почтила своим присутствием. Вот это очень важно. Вот эту землю, вот этот городец Божья Матерь своим присутствием отметила. Среди огромного количества икон, которые здесь были и есть, Божья Матерь дала сюда свой образ чудотворный. И она дала не просто чудотворный образ сюда, но она дала свой чудотворный образ, благодаря которому взошел на престол дом Романовых в лице Михаила Федоровича. Вот в чем вопрос. Но это уже совершится в Костроме. Вот какое-то время Божья Матерь здесь будет пребывать. До момента, когда ордынцы сожгут этот храм полностью, он был деревянный, сожгли дотла. Все, что было в храме, все сгорело. И все знали о том, что и икона чудотворная, которую почитал Юрий Долгорукий, благодаря которой иконе построили этот храм, все сгорело, все, ничего не осталось. Это так считал простой народ. Но через год один из прихожан, один из жителей городца пошел в Кострому по делам купеческим. И вдруг неожиданно, как всякий нормальный человек вошел в храм Федора Стратилата, кафедральный собор в Костроме, и увидел свою икону. И думал, как же так икона наша? Да. И когда он расспросил местных жителей, как эта икона здесь оказалась, как она сюда пришла, ему все рассказали, что ее обрели в лесу, князь Василий Квашня, Василий Квашня, когда пошел на охоту, с каким торжеством принесли эту икону, и какая она чудотворная, эта икона. Все, тогда было ясно, что икона цела, жива икона, но только она передвинулась из городца, передвинулась к Кострому. И потом образ Божьей Матери Федоровской, в честь Федора Стратилата ее назвали Федоровская, потому что за несколько дней до прихода этой иконы в город Кострому, ходил по городу некий воин, который ходил и носил в руках икону Божьей Матери, вот эту как раз. И все видели его, никак не могли понять, что это такое. Но в этом воине узнавали Федора Стратилата, потому что его икона естественно была на самом главном месте в соборе Федора Стратилата в этом городе. И когда через несколько дней пришла эта икона, все поняли, что это было знамение, что это было предварение вот этого события. И Федор Стратилат, посланный Богом, уже ходил по городу и показывал, скоро придется такая чудотворная икона. Поэтому мы сегодня прикасаясь ко всему этому находимся в особом месте, в особом месте. Но время сейчас очень сложное для нас. Сейчас, знаете, такое снег шел сегодня, вчера снег, да, и вдруг послезавтра, там, через 2-3 дня уже будет 18 градусов тепла. И сегодня холодно, ой, холодно, сегодня тяжело такое состояние, такое сонное, не сонное, непонятно, но какое-то оно такое странное. Так, быстрее бы оно закончилось, но скоро 18 градусов тепла. И скоро будет уже так тепло, поем купаться и все прочее. Вот, и поэтому уже у птиц сегодня уже радость у птиц, раньше нас с вами, но у них радость, потому что их владыка Августин накормила хорошо сегодня. Вот, поэтому я думаю, ну и сегодня, коль мне уж мы птиц накормили тем, что они едят, то, что они вкушают, но и сами тоже сегодня, и вам достанется сегодня благодать от помазания, которое мы сейчас совершим. Спасибо. Да.